погнали итак коллеги во первых почему я спрошу все включать камеру сейчас уже камеры начали отключаться ольга пожалуйста включитесь чтобы вас тоже видели чем быстрее вы начнете проводить прямые эфиры в социальных сетях тем быстрее у вас пойдет движуха у них потому что я правильно понял что все кто здесь собрались включайте все микрофоны не звучайте будем такой диалог вести я правильно понял что все кто здесь собрались собираются что-то делает полезное в социальных сетях значит коллеги пожалуйста запомните что сейчас без платной рекламы мы ничего не сделаем либо если занимаемся платной рекламы нужна коллективная поддержка если и это мы не можем организовать но вы хотите хоть какую-то пользу они просто убивание времени в социальных сетях проводите прямые эфиры для вас это вообще обязательная вещь потому что вы должны показать это не раз месяц это не раз два месяца это каждую неделю вот кто сможет выдержать этот режим вы увидите как у вас начнется движуха кому очень сложно даже это делать но вот ради этого мы из организовали этот чат чтобы хотя бы заполнять ваши профили качественным контентом качественный контент тоже будет привлекать внимание к вашему профилю но еще раз повторюсь без продвижения этого контента за денежку без какой-то командного проталкивания совместные усилия результатов от этого не будет плюс скажите сейчас по-честному кто социальных сетях с людьми общается переписывается просто с ними я говорю про не про мессенджеры я говорю про социальные сети я говорю про ваш любимый инстаграм фейсбук я говорю про контакт кто в этих социальных сетях своим друзьям пишет личное сообщение это вообще не вариант это конечно лучше чем вообще не писать да но иногда это не вариант значит смотрите коллеги если вы не проводите прямые эфиры не наполняете свой профиль качественным контентом и даже не общаетесь со своими друзьями народ плюньте на все эти социальные сети пользы никакой не будет я вам честно говорю вы будете просто тратить в них время я вам говорю это по-честному то есть вы если зашли в социальную сеть что-то посетили посмотрели ленту что-то лайкнули ушли это не работа в социальных сетях посмотрите уроки президента о нетворкинге там немножко сказал у нас есть отдельный урок который так и называется на платформе нетворкинг посмотрите чтобы вы не убивали время в социальных сетях чем занимаетесь на платформе не все поменял я ее полностью удалил и переделал заново у нас сейчас не обучающая платформа у нас сейчас не обучение у нас сейчас инструкция к действию то есть понимаете чем отличается учебник от скажем так как это называют тренажера не-не-не-не тренажера вот это вот бумажка которая дается компьютеру к стиральной машине инструкция по эксплуатации понимаете то есть в учебнике вы что-то читаете общее да и потом думаете как это внедрить большинство не время а инструкция по эксплуатации вы читаете на какие кнопки нужно нажать чтобы стиральная машина начала стирать все у нас сейчас не обучение у нас инструкция по эксплуатации то есть ту систему который сказал нужно сделать президент мы ее наконец-то сделали вот но теперь надо начинать ей пользоваться значит сейчас не разговор об обучающей платформе на чем и тут вечно будем разговаривать а время уже позднее то есть мы сейчас все-таки начнем говорить именно о нашем чате зачем мы его создали я сейчас включаю демонстрацию экрана включаю вот такой вот режимчик полноэкранный да вот классная страшная вообще классную женщину я вам выложил который вы все заплевали начали там писать кстати мы не плевать и мы завидовали их атаке шикарной женщине написала в чем честность все смотрели не на пудру на другие часть я смотрел на пудру вообще то есть это почему тогда такая маленькая игорь пудра значит почему она такая маленькая потому что запомните девчонки если вы начинаете делать что-то на шаблоне на профессиональном как только вы начинаете туда внедрять невнедряемое вы ломаете шаблон понимаете поэтому вот тот кусок для картинки которые отвели разработчики этого шаблона я его не служил я потом начал его немножко зауживать и пони и понял что эта хрень получается полная то есть второй вариант с другой девушкой там у нее чуть больше было декольте котором вообще ничего не стали говорить там я уже были офигевшие такого декольте но это красиво смотрится это привлекает внимание я провел тест на своем аккаунте прямо эти три одинаковых картинки нормально лайками и если вы обратили внимание человек который занимается производством этих этого парфюма тоже нажал лайк то есть для него название его серии искушения и вот это вот женщина в красном платье потому что ну правда очень хорошо билось и парфюм такого розового цвета и она в красном платье красная то есть смотрелось так ну скажем так смотрелось дорого понимаете ушло дорого так вот сейчас у кого-то кто-то говорит на домике и ветлана наверное да порубите если у кого-то там какие-то фоны отключайте микрофон у кого все тихо давайте перебивайте меня потому что я паузу наверно вряд ли буду делать чтобы не затягивать поэтому сразу давайте что-то встревайте говорите чтобы у нас было обсуждение поэтому в принципе было неплохо значит как тут вы видите у нас это первый вебинар мы на нем решим некоторые вопросы которые нам позволят работать более продуктивно чтобы мы не своем чате не ушли в то что называется непонятное обсуждение трата времени то есть мы что-то делаем что-то пишем обсуждаем а результат на гора не выходит вот чтобы мы работали более продуктивно в этом чате нужно будет договориться сожалению вот к очень большому сожалению вот даже требование как вступить в чат далеко не все это сделали как я четко просил понимаете то есть начали что-то какое-то художественное творчество вот дал пример как нужно пример сообщения что нужно написать и куда нужно написать все равно кто-то начал делать немножко по-другому поймите лучшее враг хорошему вы наверное хотели это с благими целями сделать но вы же не знаете зачем я от вас требовал и имя отчество ну потому что смски не разобрал почему вам нужно был ваш телефон чтобы я просто бил его в свои контакты и у меня в чате были бы не номера ваших телефонов а ваши фамилии и имена вот я эту цель преследовал и проверить кто оплатил кто не оплатил поэтому коллеги если мы о чем-то договариваемся вот сейчас задача именно договориться чтобы не было ненужного бардака чтобы мы не тратили время и нервы давайте будем поступать так как мы договоримся согласны с этим туза согласно согласно ки значит первый вопрос который нужно будет сейчас порешать это орг вопрос что это под этим словом подразумевая значит коллеги вы все взрослые люди согласны с этим или кто-то считает себя вот ребенком которого нужно водить за ручку вы все взрослые вы самостоятельно вы все лидеры сетевой компании нет я не говорю про интернет я говорю вообще по отношению к работе это и вообще никак не связано с интернетом извините очень взрослые очень мы все очень взрослые но незаметно по действиям некоторых понимаете вы почему-то привыкли что вас надо водить куда-то блин за ручками смотрите что мы сделали мы во всем наши чаты разместили объявление пожалуйста значит подключиться к чату нужно сделать это это 17 человек подключились потом пошли поиски людей которые оплатили но почему-то не подключаются давайте так договоримся все мы больше никого не ищем я вас просто прошу никого больше не искать и никого за ручку в наш чат не тащить мы какая-то волкова писала игорь какая-то волкова я я не знаю что это марина я по фотографии не увидела ну потому что у вас ее нет в контактах либо нас пишет с другого номера и так далее коллеги я что говорю то есть давайте не будем больше никого искать то есть мы сделали все что должны были сделать мы во всех наших основных чатах и даже в планерку написал скинул сообщение что пожалуйста пишите будем подключать если человек не читает эти чаты наши основные но он не читает он их чего вы решили что когда он придет в наш чат он будет читать что мы тут обсуждаем ну поймите что он есть в чате что его нет смысла ноль понимаете ноль вот сейчас посмотрите у нас в чате skype 195 человек 195 человек если бы эти 195 человек пришли на вебинар который мы проводим в прямом эфире у нас было бы 195 зрителей мы в чат и кидаем сообщение об этом мы сейчас извините вышли только на оценку 50 зрителей онлайн а где остальные извините 145 человек то есть вывод 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 никого не тянем если человек ничего не делает он просто нахрен выдаляется из чата пусть нас останется там семь человек но те людей те люди которые будут что-то делать просто вольных зрителей нам реально не нужно во всяком в этом случае в этом чате у нас есть такие чатах где люди просто присутствуют и даже не знают что такое вивастар чата называются вивастар люди вообще не понимают что это такое ну зачем такие люди поэтому давайте от детского сада немножко уходить и все-таки чуть-чуть немножко взрослеть значит посмотрите пожалуйста вот наш вебинарный план я не стал создавать вот марина волкова напишет сейчас я включу она как всегда во время значит наш вебинарный план я не стал создавать какую-то отдельную таблицу опять же до чего чтобы вот вот этих куча таблиц чтобы чтобы них запутаться не делать у нас есть вебинарный план этим планом я надеюсь вы пользуетесь но вот теперь еще будем пользоваться и я на этом плане я в этом плане сделал вот такую вот закладочку вивастарском вивастарс вивастарс контент название нашего нашего чата и суда я собрал вот всех вас да вот эти два столбца подтвердил и дату оплату я удалю для чего для того чтобы оставить место вот для этого смотрите вот для этого это ваши странички в социальных сетях сюда размещаем ссылку ссылку на страничку а у кого вот и группа я вот не пойму зачем сюда ссылку вк и ссылку на фейсбук разместили в столбец фэйсбук ладно это я потом поправку скажу зачем я это делаю коллеги вот если у нас в чате получится нормальная работа то после того когда мы с вами сделаем хороший пост ну то сделаем хорошую картинку мы договоримся когда мы ее будем публиковать то есть например там девятнадцать часов мы эту картинку публикуем и например 19 15 мы все все начинаем помогать друг другу в плане продвижения этой картинки делать активность вот сюда нужно будет размещать ссылки на те социальные сети куда вы будете публиковать те посты которые мы делаем в нашем чате идея понятна понятная идея понятна то есть если вы какой-то социальной сетью не пользуетесь либо вы не планируете не хотите в нее вот делать публикации да тогда пожалуйста ссылку не размещайте потому что как это будет работать то есть например мы сделали обсудили сделали пост все публикуем опубликовали и потом делаем очень простую вещь то есть проходим по страничкам людей вот пипец вы ссылку разместили народ вы сами то хотя бы по ним проходить это зачем вы ссылку на меня сделать я не понимаю куда это опять же ссылка ли ведущая куда-то в никуда вот ссылка на страничку да то есть перешли на страничку человека видим его пост который он разместил до нажали ему лайк кто может написать осмысленный комментарий больше четырех буквы четырех слов то есть отлично окей эту эту хрень пожалуйста напишите вот осмысленный комментарий видите вот это будет социальными сетями восприниматься как нормальный комментарий то есть четыре слова и больше запятые предлоги не считаются игорь а можно вопрос да афонина ольга не может зайти никак говорит что код просит на конференцию зайти не может как вообще-то код не просит специально длинную такую ссылку даю ну да код напишите ей три единицы я пароль три единицы да но код не должен запрашивать она скорее всего проходит по какой-то уже умершей ссылке понимаете да нет я вот эту скинула ей значит возможно что-то обрезали в ссылке а зачем вы ей скидываете куда-то если ссылка размещается она она сказала что у нее на этом номере нет вот что в группе она она с другом наша да да она не может зайти никак сейчас тогда я и кину она мне только что что-то писала ага попробуй пожалуйста так о нет я уже ее снес и где она теперь у меня а вон она вошла по моему пошла ну по крайней мере она появилась только что и куда-то опять смотрю делать сейчас секунду ну вот я и три единицы сбрасывал у него не написано пошла да ладно все значит продолжаем понятно зачем мы это делаем то есть это чуть-чуть на на будущее на будущее к этому вопросу мы еще вернемся но пожалуйста кто будет активно публиковать разместите свои ссылочки на те странички где будут появляться ваши посты и мы будем их поддерживать это иначе ну ну реально понимаете от этих постов не так будет много пользы для очень умных вопрос то есть пост который мы все вместе создаем вся группа в своих соц сетях размещает ну и мы там лайкаем и комментируем так или не так ну да то есть мы например кто-то заказал какой-то пост да и он например всем нам понравился и мы решили все все мы его размещаем да вот мы его разместили вы разместили вот в той социальной сети ссылку на которую вы оставили если пользуетесь двумя размещайте вот потом мы в какой-то момент лучше конечно сразу когда мы кинули этот пост мы прошлись и сразу всей толпой по лайками то есть посмотрите какое количество лайков и комментариев набирают посты сейчас у вас но там за исключение июля еще некоторых но больше трех четырех лайков в этом редко когда собираете понимаете у кого то вообще этих лайков нет это плохо понимаете это значит ну вы это выложили смысла никакого так я правильно понимаю это это руководство к действию то есть не оговаривается вообще пост да опять же давайте так договоримся либо мы это все делаем либо мы это не делаем то есть вот кто разместил ссылки когда мы все это организуем до конца вот мы договорились все проходим и лайками в чате списались и все пошли лайками вот кто если кто-то не будет делать ну тогда удаляйте свои ссылки значит вы не будете участвовать в заимкаре это называется чат активности ну естественно потому что просто выкладывать что-то понимаете просто выкладывать что-то никаким образом не продвигая не разбираясь как работать социальные сети ну это тупо тратить время идите лучше погуляйте будет больше пользы для вашего здоровья то есть если что-то делаем должен быть результат если результата нет то значит ну как не зарепостил то есть не запостил значит не было ну здесь если нет игорь у меня такой вопрос я сейчас оформляю визуал инстаграм то есть в одном стиле он у меня будет оформлен вот предположим будут делаться там какие-то там вид ролики или что-то я могу по цветовому там своему переделать что-то чтобы у меня било по цвету конечно то есть это я могу взять в конве что-то сама вставить конечно конечно то есть вообще но мы сегодня о стиле поговорим там это один из ключевых вопросов потому что я именно сейчас этим занимаюсь и меня этот вопрос тоже интересует но будет не один вариант ролика вы будете выбирать тот который подходит именно все я поняла так значит по организационным вопросам есть еще что-то повторюсь никого больше за руку никуда не тянем то есть в чате у нас активные люди то есть пассивный баланс реально не нужен вот честно говоря реально не нужен у нас есть чата с пассивным балансом не хочу из этого делать то же самое вот не надо флудить лишние разговоры потому что это будет раздражать кого-то из участников это все отвлекает если что-то появляется должно появляться в чате по теме вот и конечно сейчас когда мы все это устаканем до конца нужно будет однозначно продумать взаимопиар очень было бы неплохо если бы кто-то из вас взялся вот за организации вот этого взаимопиар я очень хочу это сделать тогда у нас будет от этого чата больше результата но вот сам этими организационными вопросами мне тяжело заниматься то есть поэтому пожалуйста подумайте может нас будет какая-то там группа поддержки администратора нашего чата ну то есть еще люди которые захотят как-то вот поучаствовать по руководить не руководить реально всегда проблематично подумайте пообсуждайте вы с друг другом общаетесь назначить себе добровольца это понятно возвращаться к этому больше не будем так орх вопросы по решали теперь вот мы переходим к самому важному . коллеги пожалуйста запомните кто у кого есть опыт работы с фрилансерами то есть люди которым вы что-то заказываете они для вас что-то делают у кого нет у меня нет я нет у кого есть у меня почти ну скажем так если у кого то есть то не очень большой вот хочу сказать вам следующее у меня его чуть больше поэтому коллеги если вы не хотите тратить свои нервы вот как я сегодня пожалуйста чтобы работа была для вас комфортная для исполнителя комфортно человеку нужно прописать качественное тз вот если вы четко человеку поставили задачу что вы хотите и не меняете эту задачу во время работы с этим человеком что делают очень часто вот тогда работа выполняется легко и просто вам сразу делают какой-то вариант в соответствии четко с вашим тз потом этот вариант один или два раза в лучшем случае поправляется если четкого тз нет вы думаете что вы видите один вариант у себя в голове исполнитель увидит совершенно другой вариант и когда вот он вам что-то делает у вас ничего не совпадает и вот пошли вот эти вот вечные обсуждения вот этот вот непонятный разговор он может реально исти вечно из-за чего потому что нет четкого тз как лучше всего делать тз самый идеальный вариант это ссылка на тот пост который вам понравился я на очень надеюсь на то что вы в своих социальных сетях обрабатываете оповещения кто это делает скажите честно ку-ку нет я не вижу я открываю просматриваю всегда все комментарии лайки и так далее значит показываю вообще сейчас мой экран видите да значит вот этот колокольчик который есть во всех социальных сетях вот он видите колокольчик это то что делается на вашей над вашей страничке другими пользователями открываем этот колокольчик и обрабатываем все эти оповещения понимаете реально обрабатываем то есть если юльза афонова прокомментировала мою что-то на моей страничке там либо отреагировал куда-то я просто-напросто открываю это в отдельной вкладочке да попадаю на страничку юли и начинаю смотреть что она тут не накомментировала понимаете и делаю ей ответочку нравится комментарии какие-то пишу но когда вы попали на страничку человека для чего это делается для того чтобы вообще посмотреть что делает народ вообще видите вот она взяла ее немного вытянула кстати вот этот формат видите вот таких уже не квадратных а как в пинтересте вытянутых объявлений из плакатов он сейчас реально заходит вот вообще-то можно было эту картинку сделать вот в таком большом формате я то ее делал для инстаграма это в stories я сделала написала она автоматически сохраняется я тебя понял значит смотрите вот мы заходим на страничку человека просматриваем ее лайкаем обязательно ответочку да и вот на этой страничке вы однозначно найдете ну на многих страничках вы можете найти какой-то пост который вам реально понравился и вы хотите себе что-то подобное вот как самый простой сделать заказ вы просто берете да и копируете ссылку на этот пост и говорите вот мне нужно вот что-то типа подобное только вместо лучшая защита написать идеальная защита вместо грейпфрукта там какой-нибудь еще там другой там ацеролу прилепить идея понятна то есть вы нашли пост который вам понравился и вы хотите либо сделать в точности такой но в нашем варианте я его когда сделаю я естественно буду использовать несколько другие инструменты и он для социальных сетей будет каким-то новым то есть рамочку можно какую-нибудь фигнуть там анимацию включить ну то есть в любом случае я вижу что вы хотите вот я сделаю вам ну вот что-то либо один в один либо очень похожее для того чтобы скопировать ссылку на этот пост знаете как это делается три точечки нажимаешь и там копировать где-то три точечки где-то просто тупо на время публикации вот видите время публикации нажимаете этот пост открывается видите берете копируете вот этот адрес и это будет ссылка на этот пост вот можно так кому вот это очень сложно я верю что кому-то это будет сложно смотрите есть более простой вариант у вас у всех есть программа ну на компьютере мы даже о ней говорили в первом варианте нашей платформы это программа создания скриншотов да вот я ее запустил щелкнули на эту программку вырезали этот пост вот вы его сфотографировали да взяли сохранили в виде файла и скинули уже не ссылку а прям картинку вот этого сохраненного файла сохраненного файла с вариантом поста ну нам например чат я не глянул куда я его сохранил мне кажется сохранил на рабочий стол вот вот видите я его нашел куда сохранил прикрепил и вот написал здесь хочу такой же но вот хочу чтобы она была хочу вот эту вот картинку но под сториз или хочу вот этот пост но в формате для сториз взяли здесь вот это вот все дело написали да и отправили в нам в чат все я понимаю что вы хотите видите я вижу у меня есть образец самое сложное это идея вот идею вы мне дали что вы хотите и написали что в этой идее вы хотите там подправить под себя все вот при таком стиле работы время на обсуждение на доработку всего этого счастья будет вообще минимальным это понятно девчонки да да вот теперь я вам сейчас покажу еще одну классную вещь это пинтерест это социальная сеть которой я сейчас активно занимаюсь она мне больше нравится чем инстаграм значительно больше вот посмотрите что это такое вообще сеть для найди себе идею для творчества понимаете здесь очень много всего хорошего вот я написал эфирные масла и посмотрите тут можно найти много очень интересных красивых штучек и на основе вот этого например вот этой красоты можно сделать что-то похожее для нас вот я скидывал несколько вариантов там где у нас было что красивый фон и на нем лежат ну вот вот такого плана да и сюда я выкладывал наше масло вот вы можете если хотите зарегистрироваться в этой социальной сети кто хочет понимаете кому не хватит просмотра странички в социальных сетях которыми вы пользуетесь вот можете зайти сюда нашли какую-то одну картинку которая вам понравилась опустите чуть ниже здесь очень хороший работает визуальный поиск и он вам находит картинки похожие на вот эту то есть масло с выкладкой да посмотрите сколько тут всяческой красоты вот можно вот эти идеи брать и творческие нутырить под нас то есть можно взять например вот такую картинку да и спокойненько вместо вот этого пузырька положить наш пузырек единственное что если будут попадаться вот такие вот вещи сейчас попробую вам показать видите листочек залезает на сам крем видите вот том чем мы будем делать я не смогу его подложить под этот листочек и он конечно прям ну сверху наложится и будет красивым то есть чтобы его подложить под листочек это нужен фотошоп это как бы мой следующий шаг я хочу брать картинки с людьми у которых в руках что-то ну например у нас очень много есть классных вещей с моей точки зрения для волос да то есть можно найти фотографии а даже можно вот так знаете один из самых популярных но этого мужика который сделал хороший сервис туле грамм для дэнсты вот витамины для волос без ошибок пишу да витамины для волос сейчас найдется их инстаграм аккаунт я его даже закладочки делал он что-то там боби как-то называется витамины для волос а соколовского как да 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 мишки там какие-то да 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 вот эти вот мишки вот и там у него если вы посмотрите у него в основном вкусные палочки а вот хэрри боди вот это если вы посмотрите там большинство постов они с людьми видите девчонки стоят с чем-то в руках вот это все можно реально творчески обработать обыграть кстати вот тоже очень хороший аккаунт для идеи чего-то но то те кто уже набрал там десятки тысяч людей значит люди достаточно давно двигаются нет но это их не официальный аккаунт значительно круче все сделано и там сотни тысяч подписчиков но это какие-то видите попадаются они развивают они просто видимо создают кучу похожих аккаунтов но идея следующая вот 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 человек или девушка стоит с баночкой да вот эту баночку можно аккуратненько вырезать да там фишка в том что у них отзывы это люди реальные которые посылали отзывы с баночками им за это по моему платили или какую-то скидку давали значит девчонки я что хочу сказать нам тоже надо что то значит вообще то у нас студия на кольцовской 16 там свет там хромакей по большому счету можно просто людей приглашать писать там фотографии для моделей чем-то с ними рассчитываться с кем денег с кем просто возможностью там пиариться либо сделать бесплатно фотосессию потому что профессиональный аппарат профессиональный свет профессиональная студия профессионально обработанные фотографии это реально стоит денег то есть люди просто приходят делают фотку с нашим с нашим товаром продукты а потом мы им делаем бесплатно фотосессию так как они хотят ну то есть вариантов очень много но это в перспективе сейчас можно просто брать хорошие фотки искать людей вырезать вставлять но это все делается в фотошопе это чуть позже поэтому я к чему вам это говорю если вы будете находить красивые картинки но в которых товар закрывается чем-то не лежит отдельно а чем-то закрывается я вам сейчас на этом этапе пока это сделать не могу поэтому пожалуйста не просите не кидайте но я могу закрыть чем-то другим поэтому хотите быстро получать себе что-то пожалуйста кидайте ссылку на пост кидайте либо скриншот это можно из телефона делать кому понравился пинтерест кому не хватает идеи для творчества зарегистрируйтесь посмотрите там очень много всего красивого и понятного да вот ну и последнее как можно поставить сделать тз это конечно ваше видение то есть если вы уже четко понимаете что вы хотите ну вот например смотрите ваша картинка и слоган то есть вот я сейчас с машей разговаривал она говорит вот неплохо было бы сейчас сделать какие-то посты посвященные праздничным подаркам да то есть подумать как вот собрать что-то либо она еще сказала а вот давайте сделаем несколько постов под баню посмотрите я сейчас после нашей встречи попробую это сделать то есть она сказала там масло эвкалипта еще какое-то масло а вот это наши хвойные свежесть лесов еще какое-то третье масло она сказала вот если вы хотите на своем аккаунте разместить вот что-то подобное да ну например этот продукт или какой-то нужный вам продукт да и вас уже в голове сложилось что вы хотите поищите пожалуйста картинку но можно по-простому в яндекс картинка да то есть та которая вам ну визуально нравится поищите что вы хотите чтобы на этой картинке было написано потому что ну например сейчас взять картинку баня да и просто написать там масло эвкалипта и прилепить масло эвкалипта но это ни о чем будет понимаете эта картинка не будет продавать то есть там должен быть какой-то слоган который решает проблему там не знаю там свежести или там бодрости или там очисти очисти полностью ну то есть должен быть какой-то такой привлекающий цепляющий слоган то есть какая проблема решается режим действия да ну типа да вот то есть но лучше сказать что решает какую проблему решает этот проблем этот продукт да то есть зачем капать масло и эвкалипт в бане, да, но чтобы там у вас было, вот, что там у вас легкие сразу прям преобразились, или что у вас там кожа задышала, то есть это же масло что-то делает. Чистота тела и легкость мыслей. Типа того, да, то есть хочешь легкие мысли, абсолютно чистое тело и решение масла и эвкалипт, понимаете. Вот это, конечно, здесь нужно творить. У нас есть человек из нашего коллектива, это Жанет, вот вы можете с ней общаться, да, она вам может генерить какие-то идеи. Причем, когда вы нашли картинку, нашли продукт, написали свой слоган, кидаете это все в чат. Я всех прошу принять участие в обсуждении, потому что одна голова хорошо, три-четыре головы всегда лучше. Обсудили, делаем вот картинку на тематику баня, пишем вот это, размещаем масло и эвкалипт. Я вам делаю, скидываю, вы смотрите, говорите, окей, ну, хотелось бы вот это поменять, вот это поменять. Я вам быстренько меняю, сразу же, не отходя от кассы, еще скидываю, ну, вот это еще поменять. Я вам кидаю, все окей. Я уже понял, что я никакого брендирования, там, Воронеж, Кольцовская, наш телефон, хэштеги, там, ЗКБВ писать не буду. То есть мы делаем это для всех, понимаете? Вот. Вы свое брендирование, свои контакты лучше пишите в тексте поста. Ну, вот так. Идея понятна? Да, понятно. Да. Понятно, понятно. Вопросы, предложения, потому что сказал, есть? Отвечения. Идея понятна? Все нормально, будем делать. То есть, коллеги, чем четче вы сформулируете ТЗ, что вам нужно, тем я проще и быстрее для всех сделаю. И прошу всех принимать участие в обсуждении. Вот всех. Это хорошо, как вам любите писать. Ой, хорошо, это нравится, писать не надо. Давайте писать по существу. Мне нравится цветовая гамма. Или там, классно зашла наша продукция вот под эту тему. Мне понравился вот такой-то слоган, который вы написали или текстовка. Вот. Прямо будет понятно, почему вам это понравилось. Если не понравилось, говорите, что там продукция вообще не соответствует. Или, например, как я там сделал, мандарины, да, а масло лимона, да. Ну, это же бред какой-то. Поэтому, пожалуйста, все, что вы видите и то, что вас, ну, скажем так, цепляет в любую сторону. В сторону минус, в сторону плюс. Конкретно об этом пишите. Тогда у нас будет результат. Я... ватсап откройте можете? А что там? Скинула то, что у меня по бане было. Ну, как бы, может, какая-то идея про кому-то там что-нибудь придет. Так, ватсап открыл, ничего от тебя не вижу. Я вижу... Контент. Вижу стар контент, ссылка на фейсбук. А, все. Там картинка с маслами готовая. Может, там что-то можно преобразить. Это вивасановская официальная была. Ну, вот смотри, я ту ссылку, которую ты скинула, вот она вот так вот выглядит. Вот. Я по ней сейчас прошел. открылась вот эта. Вот она. Либо ты ее не докопировала, либо одно из двух. Я ее всю целиком скопировал. А, ну, ты ее естественно докопировал. Посмотри, начала-то вообще нет. Фейсбук, а впереди-то что? Я автоматически скопировала на телефоне. Ну, вот понимаете, вот это вот проблема. То есть, эта ссылка, она не рабочая. Поэтому, когда вы какую-то ссылку размещаете, вы сами по ней пройдите, потому что, ну, вот это вот типичная ситуация, понимаете? Она ведет не туда, поэтому можно будет долго по ней ходить. Игорь, можно вопрос предложить? Да, конечно, давай. Может быть, мы в этом чате еще будем обсуждать, например, берем какую-то линию продуктов, или там вот, как Маша просила к Новому году, и работаем над этой темой, чтобы не был разбор. Естественно. Это самый правильный подход. То есть, когда мы будем прыгать с одного на другое, мы, ну, долго будем прыгать. Лучше, да, взять какое-то вот направление, сделать по нему несколько хороших постов. То есть, окей, я только за. Только за. Ну, в организационном порядке мы, допустим, вот сегодня-завтра обсуждаем, какие берем сейчас продукты, мы решаем, да, актуально. Да, И начинаем над этой темой работать. Да, конечно. Когда вы там договоритесь, и все придете к выводу, с чего начинаем, то вперед. Еще какие-то вопросы есть? Предложения? А вот теперь мы переходим вот к этому очень важному вопросу. Это то, что Людмила там подняла. Смотрите, коллеги, что, что получается? Вот если вы посмотрите вот на мой аккаунт Инстаграм, вот этот, который, как ни странно, про, при 173 подписчиков дает мне, скажем так, больше результатов, чем аккаунт Игр Черноусов, где уже там под 600 людей. Вот посмотрите, в Инстаграм сразу видно, как человек относится к тому, что он размещает. Вот здесь каждый пост, он может быть сам по себе красивый, да, но здесь нет стиля, потому что они все разные, понимаете? Если нет стиля, нет узнаваемости. Поэтому наша с вами вообще-то одна из основных задач это выработать фирменный стиль. Если мы с вами выработаем фирменный стиль для основных хотя бы направлений, понимаете? То есть, вот что мы будем делать? Я буду делать однозначно и делаю уже для наших вебинаров картинки. Вот если мы договоримся, когда у нас будет несколько картинок под вебинары, скажем, вот этот вот формат наиболее оптимальный, и что мы тогда будем делать? Мы тогда берем вот этот вот шаблон, просто-напросто в нем будем менять сами картинки и текст, но цветовая гамма, расположение не будет никаким образом у нас меняться, потому что сейчас, вот посмотрите, если сейчас войти в вебинарный план и, например, открыть по бизнесу, здесь наибольшее количество картинок поналепил. Здесь, опять же, нет единого стандарта. Видите, они все разные. Да, опять же, они, может быть, какие-то хорошие, но где-то так, где-то вот так, понимаете, где-то один цвет, где-то другой цвет. Это неправильно. Вот если мы решим, что мы вот все наши прямые эфиры, рекламу будем делать вот в таком вот виде, там желтый фон, картинка и вот такая красная и с белой накладочкой. Все. Вот если мы решим, что это окей, это прям хорошо смотрится вот в такой цветовой палитре при таком размещении текста и картинки, мы будем вот эти вот наши рекламные посты для вебинаров лепить за секунды, потому что нужно будет просто поменять картинку и поменять текст. Больше всего времени уходит на поиск вот этого, блин, шаблона, как мне вот так вот сделать, либо вот так, либо вот так, ну, то есть, другой, либо вот так, понимаете? И вот ты сидишь, лазишь, ищешь эти шаблоны, тратишь на это много времени, понимаешь? И в результате что мы получаем? У нас каждая картинка это свой, вообще не связанный никаким образом по стилю и по оформлению рекламный пост. Если они никак не связаны, люди не будут понимать, что это мы, а вот если все будут кидать картинки, похожие в одинаковом стиле, в одном формате, тогда нас будут узнавать. наша задача, вообще-то, добиться нашей узнаваемости. И это можно сделать только в одном случае. Если мы договоримся, что вот все наше, то, что мы делаем, мы делаем в одном формате. Конечно, сейчас кто-то из вас захочет делать свои личные какие-то стили и растягивать это к себе, тогда не будет того, что называется командная работа. Игорь, у меня вопрос. Я уже стиль подобрала, у меня уже они есть. Я стала в этом уже работать, мне как быть. Я уже в этом поработала, уже у меня работа. тогда мы под вас будем что-то делать, лично под вас, либо вы сами будете что-то делать самостоятельно. Я тогда буду встраивать свои, потому что я уже это сделала. Да, тогда уже не стоит менять. Вот, идея со стилями понятна. Понимаете, для чего это делается? Да, понятно. Узнаваемости. Игорь, а вот не очень понятно, они будут, у всех будут одинаковые картинки или как? Нет, картинки, то есть, понимаете, я буду делать их несколько. То есть, когда мы договорились, что у нас будет вот такой вот вариант, который я вам показывал, квадратный Ольга Васильевна и там какой-то текст, я вам поналеплю их на основе этого много. Может быть, мы выберем там два-три формата для тех же самых вебинаров, понимаете? То есть, сейчас пока выбирать еще не из чего. Когда у нас будут те заготовки, которые мы с вами сделаем, которые мы будем вместе обсуждать, я сейчас же ни с кем не обсуждаю, я делаю, что делаю. А вот когда у нас будет несколько уже вариантов, то, что мы сами с вами обсудим, мы тогда возьмем и проведем какое-то голосование. Скажем, что, например, эфирные масла мы будем оформлять вот так, либо вот так. И тогда у нас у всех будет реально хорошо. Вообще-то в идеале, конечно, прямо вот сделать стиль для оформления структуры Ольги Васильевны. Либо, конечно, вы можете взять, сделать стиль оформления для Москвы, либо для Липецка. Но тогда, опять же, мы будем разбегаться по кучам. Не будут понимать, что это наши прямые эфиры. Вы поймите, если вы везде в своих профилях выложите что-то похожее, люди у вас увидели, на вашем профиле увидели эту рекламу, потом перешли в группу, тоже рекламу увидели, потом перешли к другому человеку и тоже увидели похожую рекламу. Не один в один, а похожий рекламный фонд, потому что стили совпадают. Какая будет у человека в голове складываться мысль? Я это уже видел. Что он это видел? Что это уже популярно, понимаете? Что, значит, есть смысл к этому обратить внимание. Потому что, понимаете, реклама не работает с первого раза. То есть, почему ее размещают во всех разных местах? На улице, там, не знаю, по радио, в газетах, на телевидении, в интернете, в разных местах. Потому что человек с пятого, шестого раза, когда увидит одно и то же, на седьмой раз он нажмет. С первого раза чаще всего люди редко когда нажимают, потому что нужно что-то там такое фееричное выводить. Поэтому, коллеги, если мы будем вести наши вещи вот так, как я сейчас это делаю, то есть, когда, ну, каждый делает по-своему, то есть, ну, нет узнаваемости, мы будем долго толкаться на месте. Да, кому-то будет это все нравится, это все хорошо, классно, да, но не будет узнаваемости. Мы не будем продвигать бренд. Бренд – это единый стиль, это единое оформление. И наша задача продвигать бренд. Когда вы что-то делаете под себя, вы продвигаете в первую очередь себя. Нам нужно найти такую методику работы, чтобы мы двигали себя, но, естественно, двигали бренд компании Vivasan, потому что, к сожалению, ну, не так много людей в интернете знают Vivasan. Почему? Потому что все-таки продвижение, качественное продвижение бренда в сети, ну, как-то не выстроено, с моей точки зрения, хотя, может быть, я ошибаюсь. Игорь, а вот такой вопрос, этот стиль должен быть единым для всех публикаций и рубрик, то есть, вебинары там, какие-то... Нет. Вот мы выбрали, например, стиль для вебинаров, да, стиль для оформления ароматной массы, для БАДов, понимаете? Ну, когда, совсем все однообразно, будет очень грустно. Ну, да, это скучно. Это уж вообще-то, знаете, как в армии, всех там подгладили и так далее. Девочка, Игорь, в фейсбуке девочка Томасу тоже понравилась твоя. Это не моя. Что желать? У меня была такая девочка. Очень рад за нас, что мы что-то делаем. Если бы у Игоря была такая девочка, он бы сейчас с нами не разговаривал. Вот зачем ты вырвала мысли вообще с языка? Ну как? Вот такая. Кстати, а кто приглашал президента на наши прямые эфиры? Ольга Васильевна, наверное. Я говорю у вас. Вопрос к вам был. Кто из присутствующих? Я не приглашала. Он сам заходит. Он сам заходит. Он же всех контролирует. Он потихонечку, потихонечку, но все посты лайкает. Я все вижу. Кто его приглашал на прямой эфир? Вообще, вот кто? Я не приглашала, его нет. Слушайте, Игорь, вообще, вы какую мысль подаете сейчас? Отличная мысль. Обязательно тебе пригласить. Кругами-кругами там про производителей, про это. А может, мы вообще как бы правда это сделаем? Вы прикиньте, если на наш прямой эфир придет президент и что-то скажет. К нам реально мы привлечем к себе внимание. Но это как идея. Игорь, это бомба просто. Так, а вот теперь, значит, смотрите, коллеги. Я считаю, все производители, которые лайкнули этот пост, должны прийти к нам на прямой эфир. Фригали в первую очередь. Фригали зайдет легко. Он всегда за. Я знаю, Юль. Вы вообще мой экран-то видите? Да. Значит, коллеги, давайте немножко подытожим. торг вопросов. Еще раз говорю, никого больше за ручки не тянем. Пожалуйста, разместите правильные ссылки на свои социальные сети в нашем вебинарном плане на страничке на соответствующей. Это для того, чтобы мы начали с вами участвовать в взаимопиаре. Это чуть-чуть попозже. То есть мы сейчас пока к этому идем. Понятно, да? Игорь, у меня там как-то они не очень помещались. Размещайте, как помещаются. Я потом их аккуратно разложу. Они сами там обрежутся, не волнуйтесь. Просто опыта работы с Excel еще нет. То есть куда они там вылезают, ничего страшного. Главное, потом по ней пройдите. Но я буду с вами списываться. Теперь у меня все в контактах. Я буду проверять эти ссылки. Если какие-то левые, я вам буду отписываться. Я все это проверю. Игорь, еще фамилия моя, я ее исправляла. У меня Бублиева, а не Ева. Там ошибка в моей фамилии. Пожалуйста, исправляйте. Эта таблица правится любыми. Я уже в одном месте исправила. Ну, извините, я просто копировал, наверное, откуда. Так, значит, по орг вопросам понятно. Теперь по техническому заданию. Это вот то, что уже надо делать. Вот сейчас. То есть, ищите посты, которые вам нравятся. Ищите идеи для вдохновения. Можете Pinterest использовать, кому хотите. Кто найдет хорошие, кто найдет хорошие странички для вдохновения. Ну, например, смотрите. Вот откуда я всех этих девчуль беру-то. Да вот они отсюда берутся. Вот с этого профиля. Girls P.R. Вот отсюда они берутся. Хорошие фотки. Вот отсюда я беру, например, мне очень понравилось. Тоже хорошо стало заходить. А куда она делась? Вот картинки, связанные с домами. Ну, то есть, это Европа. Я их оттуда дергаю. То есть, я все это дело сохраняю, чтобы потом просто не тратить время на поиск этого всего. Вот. И вам тоже рекомендую делать аналогично. Теперь. Этим уже можете заниматься. Теперь. Вот. О стилях, о шаблонах. Это опять же чуть-чуть наперед. Но вы поймите, для чего мы это будем делать, чтобы все-таки продвигать бренд. И сейчас эта задача немножко на будущее, потому что у нас пока нет готовых шаблонов, которых можно обсуждать, за которые можно голосовать. Я вам просто потом предложу сделать голосование. Вот найдем, например, несколько красивых картинок. Вот. Сделаем голосование. Ну, можно в том же самом ВКонтакте либо какими-то другими способами. И те посты, которые наберут наибольшее количество ваших голосов, вот на основе этих постов мы будем делать что-то аналогичное. И чтобы было такое коллективное обсуждение. Вот. А вот это я сейчас вас попрошу сделать. Опять же, попрошу кого-то из вас заняться чем? Вот, если вы сейчас откроете уже наш чат, вот этот наш чат, у нас тут уже появляются какие-то картинки, то, что мы делали, то, что мы скидывали, понимаете? Вы поймите, что все вот это, особенно если вы на телефоне, все это будет занимать у вас место. Поэтому тех, кто с телефона, я вас прошу, чтобы вы настроили, чтобы эти все картинки у вас удалялись с телефона, чтобы не так место много жрало, особенно видео и так далее. Но, если мы никуда не будем это счастье собирать, мы будем очень много для себя терять. Поэтому, у меня к вам убедительная просьба. Тех, кто понимает, что такое Яндекс.Диск или Гугл.Диск, я попрошу вас сделать хранилище. В этом хранилище можно будет сделать пока, например, три папочки. Вебинары, масла, бады или там еще какую-то папочку. И вот, если мы выложили что-то в чат, в наш, выложили какую-то картинку, окончательный ее вариант со всеми исправлениями, вот тот человек, которого мы назначим на должность, ну не знаю, там архивариуса, давайте вот так назовем, вот этот человек должен эту картиночку разместить на это облачное хранилище, чтобы все, что мы с вами делаем, не пропадало, чтобы вот было, как я это сделал для наших вебинаров. Видите, это ссылки на облачные хранилища, на любом случае, на Яндекс.Диск. Я вот зашел, и вот все, что мы делали по ароматерапии, да, по другой ссылочке зашел, там вот все, что мы делали по бизнесу. Видите, все это хранится, все это хранится на облаке, нигде на ваших компьютерах и телефонах места не занимает. И мы все наши результаты будем хранить. И вам, вам, к этим облачным хранилищам будут наши ссылочки. Точно так же разместим их где-то, например, вам нужно, создали какой-то новый аккаунт, или там создали новую группу, ее нужно чем-то наполнять. А у нас есть уже наработанных материалов, там вам этого контента хватит на несколько месяцев вперед. Вы просто заходите на Яндекс.Диск и берете те картинки, которые вам понравились и наполняете. Поэтому, коллеги, скажите, кто вот за эту работу возьмется? Опа! Ари, такой вопрос. Падырева, может, и возьмешься? Я думаю, Афонина может. Ну, что на нее-то все на одну? Она наш администратор же. У меня есть основная работа. Я могу все не успевать. Поэтому, я спрашиваю, кто возьмется, потому что, чтобы мы не слили всю нашу работу в унитаз. Это как сейчас-то делать, Игорь? Кто сможет это сделать? Ну, я могу, но, я не знаю, я успею или нет? Нет, это нужно делать обязательно. Просто, конечно, можно к этой папке сделать такой общий доступ, чтобы каждый мог туда что-то заливать. Но, если мы так сделаем, вы поймите, если туда могут все заливать, значит, все могут и удалять. Поэтому, кто-нибудь пройдет по этой ссылке и может просто все результаты работают. Нечаянно. Нечаянно или там специально у браков впадает, если ссылки будут в интернете. Поэтому нужен один человек, чтобы у него были права доступа к этой папке, чтобы он мог туда заносить, удалять. Только он. Кто возьмется? Давайте доверим это Ольге Жженко. Да, да, я подумала. Она такая ответственная. Я не смогу. Олечка, вы сможете. Да. Нужно будет делать буквально следующее. Из нашего чата скачивать картинку себе на компьютер и потом ее загружать просто в облако и все. А облако специально будет отдельно? Просто у меня какой мой облако? там уже под завес. Вот у меня тоже. То есть нужно будет завести новую почту Яндекс вот и в этот новый аккаунт туда все это дело загружать. что 300 гигабайт нам хватит надолго. Просто сейчас сказать не самому еще заниматься еще дополнительная охота. У меня просто с организацией проблемы. Честно говорю. Но если никто из вас не возьмется тогда придется делать нет. как скажете. Ладно никого за руки тянуть не буду просто вы поймите если мы будем работать так же как мы работаем с нашими структурами то есть у вас как бы структуры есть но вы по ней не работаете в большинстве своем то будет что будет жалко конечно то что мы сделаем если это все куда-то разлетится а разлетится если не собирать в одном месте поэтому конечно нужно в одном месте но кто умеет работать с гугл дисками я просто да там ничего сложного там более длинные ссылки будут получаться и все ладно в общем давайте сейчас время не тратить значит если кто-то возьмется просто пишите мне в личку и будем делать чем быстрее мы начнем потому что уже есть то что можно сохранять понимаете чтобы это дело не пропало о леди метрофан нет еще можно поручить леди метрофан я не понимаю что вы там говорите я язык нет исключено исключено а что так вы у нас практически не понимаю да ну что вы это даже исключено кстати кто смотрел сегодня ролик по биопульсар комара комара знает я смотрела великолепный ролик просто восхищалась леди трофан мне понравилось человек который его монтировал в нашем чате Игорь Воробьев тамара вы умеете ладно в общем я вам сделал предложение я очень надеюсь на то что вы там между собой посовещаетесь и кто-то это будет делать но если никто он может в этом дело я навык надо утерян у меня так много времени за компом проходит честно говоря не знаю пока пока не знаю значит нам нужно еще два человека один человек который возьмет на себя взаимопиар это конечно лучше доверить Юль Юль тебе ты умеешь это делать вот организация взаимопиара это то что нам нужно будет обязательно сделать но в ближайшем будущем вот нам нужен человек который будет это направление курировать и нам нужен человек который все это будет складировать если конечно создавать все эти картинки буду я один в принципе могу этим заниматься я очень надеюсь что кто-то еще к этому подключится понимаете и тогда нужно все это собирать складывать вместе потом возможно сделать какую-то папочку назвать ее хиты понимаете самые хорошие самые классные наши посты понимаете чтобы они тоже лежали отдельно по всем этим темам потому что иногда получаются очень хорошие вещи которые люди с удовольствием лайкают посмотрите вот этот пост с маской и с грейпфруктом он у нас очень хорошо зашел поэтому подумайте кто захочет я буду только очень рад все значит если вопросов больше нет я сейчас запись восстановлю если есть какие-то вопросы потому что мы обсудили пожалуйста задавайте спрашивайте давайте обсудим жанат а куда ты опять отключила камеру со своего iphone 4 с 16 что интернет плохо тянет она все спасибо игорь у меня вот такой вопрос у меня просто в чате была девочка которая тоже размещала посты ну вот готовые там со ссылкой для вебинаров мы таких просто продолжаем давать такие же ссылки все тот же текст они это продолжают так же делать мы их в этот чат пока не зовем ну давайте сделаем так все-таки когда мы создавали мы сюда приглашали только тех людей которые ну сделали какое-то реальное тело движения реальное тело движения потратили деньги понимаете это уже какое-то вот она у меня спрашивала я сказала что это как бы для спонсоров я так поняла ну скажем так этот чат для тех кто будет плотно заниматься своими социальными сетями то есть это люди которые хотят чтобы их социальные сети были качественными понимаете чтобы не было то что в большинстве своем можно видеть в других профилях понимаете то есть наша задача дополняет наши социальные сети качественным контентом конечно сюда в дальнейшем вот если у нас из нашего дружного коллектива люди будут отваливаться то есть вот заходить без включенных камер то есть мы договорились что это делает только одна Татьяна потому что у нее конкретно есть причина поэтому мы пошли на встречу но сейчас у нас раз два три четыре пять пять человек которые сидят без включенных камер еще раз давайте так либо мы все что-то делаем либо этих людей мы удаляем нахрен из чата почему потому что если кто-то начинает скажем так филонить это люди которые разваливают все если кто-то один не работает на него смотрят если он ничего не делает почему я что-то делаю понимаете это уже не коллективная работа либо мы работаем все либо мы не работаем ну вариантов нет полубеременности такого диагноза нет и не надо говорить что там не накрашено я плохо выгляжу и так далее все вы прекрасно выглядите понимаете все вам единственное что нужно перебороть этот страх который вы себе просто гвоздями вбили в голову зачем вы это делаете я понять это не могу еще раз повторюсь вы все эксперты свою экспертность вы можете показать только одним способом это показать себя и рассказать то что вы знаете это можно сделать в прямом эфире записанное видео не отмонтированное без продвижения это в большинстве случаев трата пустого времени то есть никто это видео не посмотрит а прямой эфир по любасу посмотрит потому что его продвигает сама социальная сеть но если вы не можете включить камеру как вы будете проводить прямые эфиры так вопросы предложения еще есть потому что мы обсудили Игорь еще такой вопрос по ютубу хотела спросить ютуб сюда не входит в продвижение да мы только инстаграм фейсбук ютуб это отдельно ютуб по трех или четырех человек почему то есть смотрите видео которое мы пишем то есть видео которое мы пишем видео которое мы пишем эти короткие ролики вы их прекрасно можете выкладывать на ютуб если кто-то завел себе канал на яндекс там же сейчас можно тоже классно видео выкладывать туда их можете заливать кто там занимается тиктоком можете туда заливать но нам нужно видео под сториз понимаете то есть видео мы будем делать и просто их кинуть в одну социальную сеть это печально жалко то есть если вы проводите прямые эфиры вам ютуб обязательной обязательное требует потому что видео на ютубе работает значительно лучше чем других социальных сетях там поиск видео работает у меня ютуб есть канал я хотела спросить я тогда не получилась с вами встречи мне наверное надо записаться я там все оформила но я понимаю криво косо мне надо посмотреть и нужна помощь как его там посмотрите на оформление официального канала вивасан и вы поймете что у вас все замечательно на канале у вас там сказка просто нет но в любом случае в любом случае мне нужно продвижение в любом случае когда вот я сейчас занимаюсь двумя вещами мне нужно добить рассылку потому что без работы по клиентской базе но это траты деньги на ветер мы стоим на месте люди не будут приходить в офис если им не звонить если им не напоминать что в офисе что-то есть понимаете с регистрацией на картах я закончил завтра Жанат скажите я тебе там обещал помочь помогу давай спишемся вот мне осталось наладить нормальную рассылку чтобы люди воронежские получали регулярно напоминание что у нас что-то есть нужно работать с базой и потом я занимаюсь плотно интернет магазином который практически готов все когда я это сделаю когда это заработает я буду писать то что называется часть для спонсоров там тоже не будет как такового обучения там будут конкретные предложения например сделать youtube канал понимаете это надо будет сделать он у меня сделан просто ну сделать дофолнить дооптимитизировать довести его до ума да там профессиональная версия рестрима как это все настроить рестрим я уже настроила уже провела профессиональная версия рестрима это возможность фигачить в инстаграм очень хорошо работает но это же платная версия я понимаю это платная версия которая стоит 49 долларов в месяц сейчас ее можно купить за полторы тысячи рублей на три месяца то есть если оплачивать полную стоимость это почти 150 баксов за три месяца а здесь вы получаете за 1500 рублей то же самое проверено все классно работает пока такое предложение действует сколько оно будет действовать не знаю но пока возможность есть я бы не проводил ни одного на эфира был инстаграм если бы мне пришлось платить полтос в месяц потому что это достаточно сейчас серьезные деньги они не окупаются пока понимаете то есть можно платить и 150 долларов в месяц но если это приносит реальную прибыль пока мы работаем на перспективу понимаете и вкладываться деньгами серьезно не хочется поэтому за полторы тысячи рублей можно купить аккаунт который стоит 150 долларов на три месяца но потом же опять надо будет проплачивать это же только три месяца потом полторы тысячи еще три месяца и мы же проплатили вот у нас закончился аккаунт вот я его продлил и сейчас еще три месяца будем работать ладно ну это мы опять забегаем чуть вперед то есть будут конкретные можно я же по другу да можно добавить по оформлению соцсетей проверьте чтобы были вообще ваши какие-то контактные данные потому что иногда открываешь хоть инстаграм хоть фейсбук вообще ничего не оформлено девочки там есть о себе можно написать контактные телефоны тот же фейсбук там есть ссылки на другие соцсети просто их подтяните туда чтобы человек пришел к вам и он не ушел со страницы а мог с вами связаться если он хочет что-то купить он не знает куда ему деть это послание потому что человек теряется ему нужно здесь и сейчас купить а он не знает как вам написать ни телефона нет в дирек я не знаю насколько есть смысл давать свой телефон везде раскидывать есть просто есть там я не знаю да можно хотя бы людям иногда нужно просто написать напишите в личку ну в личку это известно это мессенджер если вы свой телефон прописали в настройках профиля его в любом случае выдернут поэтому пишите вы его в тексте поста не пишите в любом случае те кто хочет вас прозвонить ваш номер найдут и вам позвонят но если вы его вот так вот в открытом доступе как Юля говорит те люди которые реально хотят с вами связаться им это будет сделать проще сейчас никто не хочет никаких лишних проблем вот он увидел ему понравилось если он быстро не нашел как с вами связаться ну и до свидоса он будет искать другого человека просто он пошел дальше он ушел от вас и все это потеря человека понимаете это личное дело каждого ну считайте что вам это не нужно не делайте вот реально не делайте Юль ну это в топлинке да свои контакты разместить да не обязательно в топлинке но у меня все соцсети все соцсети ютуб все что где можно у меня везде написан мой телефон прям вверху в шапке в каждом в каждом посте значит народ чтобы грамотно решить вот этот вопрос который Юля подняла понимаете это сейчас решается лучше и эффективнее и эффективнее почему потому что если с вами кто-то связался вы должны эти контакты сохранить если вам кто-то просто написал в личку позвонил вам на номер вы этого человека обработали даже ему что-то продали все на этом работа с этим человеком в 99% заканчивается ну все ищем следующий поэтому сейчас чат-боты это шикарная вещь которая позволяет вам быстро общаться с клиентами и главное их сохранять поэтому когда вы будете размещать под своими продающими постами возможность написать вам удобным способом ну как вот у нас сейчас подписка на новости это же можно не только на новости людей подписывать они захотели с вами связаться например по поводу покупки того же товара с ними начинает работать чат-бот он им сразу отвечает узнает что он хочет человек там заполняет какие-то анкеты вы видите что вот человек по этому поводу и вы с ним уже начинаете работать после вашего чат-бота есть возможность склиниваться в разговоры но самое главное что у вас люди собираются собираются в базы и вот ту проблему которую я сейчас решаю она у вас будет решаться на раз потому что у вас люди уже собраны в базы чат-боты вы просто сделали по ним рассылочку и народ узнал что вот у вас что-то новое появилось либо какая-то акция скидка и так далее это уже продажа на автомате вот к чему нужно идти а когда у вас люди все время теряются ну вот теряются вот мы сейчас СРМку внедрили до конца вот у тех у кого склады народ вот блин ну потратьте чуть-чуть себе денег 4000 рублей за год вот это не такие деньги она у вас реально окупится потому что вы людей не будете терять вы будете видеть кто вам звонит новый человек позвонил вы будете с ним работать по каждому клиенту ставятся задачи можно писать комментарии понимаете это нормальная работа с клиентской базой сейчас у нас работы с клиентской базой нет что-то запомнил позвонил где-то записал забыл человек раскупил ушел все и забыл о вас то есть возвращабельности нет она у нас происходит только потому что у нас продукт хороший вот у нас был бы продукт чуть похуже пипец да у нас бы все уже развалился то есть люди приходят только потому что им очень понравился этот продукт а если бы мы еще по этим людям работали при таком качественном продукте у нас вообще было все но я надеюсь все и так хорошо будет еще лучше так вопросы потому что мы поговорили у кого-то есть нет значит я запись останавливаю не что-то есть что-то есть они они Продолжение следует...